Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. На свой страх и риск казахстанцы смогут воспользоваться российской вакциной от коронавируса. Но за последствия производитель не отвечает. Активисты собрались на ОСАР для многодетной семьи. Десятки откликнувшихся незаконно арестованы и осуждены. Алексея Навального отравили агенты ФСБ и препятствовали его транспортировке в Германию, пока следы яда не выведутся из организма. Режим Назарбаева строит бизнес на несчастьях народа. Коронакризис повлек за собой ужасающее разорение и стал золотой жилой для преступников во власти. Под оберткой первой в мире вакцины от COVID-19 казахстанцам продают неизученный и потенциально опасный препарат. На кого жаловаться в случае непредсказуемых побочных эффектов? В правительстве считают, что если вакцинация добровольная, то и права жаловаться у людей нет. Первую в мире российскую вакцину от коронавируса «Спутник-5» закупят власти Казахстана. Тукаев подписал соглашение о сделке задолго до окончания тестирований. Россия зарегистрировала препарат, когда его безопасность была исследована лишь на 20 добровольцах. Для нас платформа, она известна, понимаете? Мы ее знаем, и мы ее знаем уже, извините, не один десяток лет. Мы знаем эту платформу, она не создана с нуля. Не надо изучать ее безопасность на тысячах людей. Она уже изучена. В исследованиях «Спутник-5» пропустили третью, самую важную фазу клинических испытаний. На третьей фазе медики изучают осложнения у разных групп риска. В этой части исследования принимают участие тысячи испытуемых в разных независимых исследовательских центрах. Я надеюсь, что русские действительно убедительно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Но я серьезно сомневаюсь, что они сделали это. Что они сделали это? На безумцах, согласных ее покупать. Тестировать «Спутник-5» будут на казахстанцах уже осенью. Пока еще досконально не изучен отдаленный результат, эффекты. Но мы должны иметь такой допуск к возможности использования этих вакцин в Казахстане. Вместо того, чтобы тратиться на исследования, Путин вступил в преступный сговор с режимом Назарбаева, чтобы зарабатывать на здоровье своих граждан. Кто же будет нести ответственность за осложнение у казахстанцев от кремлевской вакцины? Объясняет министр здравоохранения Казахстана. Если, допустим, ввели вакцину на каком-то фоне заболевания, при котором были, допустим, противопоказания, здесь ответственность несет доктор, который ставил допуски к прививке. Если вопрос в качестве вакцины, то есть тот, кто эту вакцину оценивал на безопасность, то есть это у нас центр экспертизы. Ответственность за все осложнения лежит на ком угодно, только не на производителях и закупщиках. Отвечать перед судом за халатность будут казахстанские врачи и обслуживающий персонал. И это неудивительно. Министр также считает, что в распространении коронавируса виновны сами люди. Мы знаем, что 30% эффективности всех мер – это масочный режим, который во всем мире взят за основу. И 40% – это дистанцирование. Режим Назарбаева зарабатывает на психозе вокруг коронавируса. Рискуя жизнями людей, диктатор выпустит на рынок опасный препарат, а в любых последствиях уже виновны сами люди. Производство безопасной вакцины – это долгий и ресурсоемкий процесс. Но эти затраты стоят того, если на кону жизни и здоровье людей. Добрые люди со всего Казахстана собрались на новый АСАР для многодетной семьи из Актау. Сразу же после объявления сборов по всей стране арестовали десятки активистов. Режим стремится помешать гражданам объединиться, как дома у Дулата Агадила. Акарда боится того, что люди снова соберутся, чтобы публично говорить правду о преступлениях режима. Айгуля Кберды и ее муж Аблавас Джумаев – лидеры протестного движения Мангистаусской области. Они с четырьмя детьми живут в изъеденной термитами времянке. Жилье находится в недостроенном состоянии уже 12 лет. Это вот времянка, где сейчас семья Айгут находится уже на протяжении 2008 года. Они начали строительство этого дома. И с учетом того, что в данный момент уже на протяжении нескольких лет зарплата нестабильная, семья не может этот дом достроить. Группа активистов приехала в Актау, чтобы помочь большой семье в строительстве дома. Чтобы успеть закончить несколько комнат до зимы, друзья семьи объявили АСАР. Смотрите, как они живут. Как они живут. Это они пытаются вот так достроить дом. И никак, потому что у них нет времени, времени, времени жить для себя. Туалет, куда они ходят. Вот в таких условиях. Но утром 22 августа к ним в дом ворвались 15 бойцов спецназа с оружием. И захватили друзей Айгули и Аблаваса, собравшихся, чтобы помочь семье. Забрали флаг, футболку. Пацаны наш флаг забрали. И Конституция, там маленькие записки были такие. Там была Конституция нашей страны. В республике Казахстан. Их тоже забрали. Прекрационные, колонки. Все наши телефоны. Активистов задержали прямо в домашних пижамах. Большинству дали по 10-15 суток административного ареста. Асхата и Диану отправили в Алматы отдельным авиарейсом. То есть самолет прилетел специально для транспортировки активистов в суд. Асхата будут судить по 405-й статье за экстремизм. Одновременно с ними в Алматы посадили на 8 суток Кайрата Клышева. За участие в Ассаре для семьи Дулата Агадила. Под ДВД в Алматы собрались десятки активистов, чтобы требовать освобождения незаконно арестованных. Народ, просыпайтесь, просыпайтесь, потому что если вы не проснетесь, рано или поздно, мы все проснемся под каким-нибудь флагом, но не под казахстанским. В тот же день, 22 августа, в Астане сотрудники полиции напали на активиста Аскара Кайрыбека. Его задержали в собственном авто с применением силы и газового баллончика. Аскар ничего не нарушал и не препятствовал работе полиции. А применение полицейского газового баллончика могло вызвать анафилактический шок у Аскара. Десятки активистов преследуют и арестовывают без законных оснований. Так, действуя руками КНБ, правительство хочет помешать людям собираться и помогать друг другу говорить о жизни в стране. Летом более тысячи человек со всего Казахстана приняли участие в поминках и строительстве дома для семьи известного активиста Дулата Агадила. Ведь его семья лишилась кормильца по вине властей. А ты знала, когда папы не было? Ты знала, где он? Да, их полицейские забрали. А зачем полицейские забрали папу? Но они же злые. Как и Дулат, Айгуль с Аблавасом более двух лет боролись с режимом за соблюдение своих прав. Сначала Аблаваса посадили в тюрьму по сфабрикованным обвинениям в экстремизме. После этого жизнь Айгули четверых детей изменилась кардинально. Женщина начала борьбу с режимом за свободу своего мужа. За это ее хотели посадить вслед за мужем и оставить четверых детей сиротами. Да, я та самая женщина, которая сотрудника КНБ и ДВД, а также прокуратура. Мы считали, что я опасный элемент, опасный человек. И что я должна быть осуждена. С чем я не согласна вообще. Кушать не буду. Объявляю голодовку и все. Я не хочу дальше продолжать этот цирк. Столкнувшись с силой Айгуль, система дала трещину. Судьи из Актау отказались исполнять приказ сверху и сажать невиновную женщину. Отважные судьи сразу же лишились должностей и подверглись давлению. Но их пример стал показательным. На сегодня незаконно мне отстранение от занимаемой должности. Это произошло из-за того, что на сегодня мы в отношении Акбердеевой приняли, который обвиняет ее в простоте 179-й части 2-й. Мы, судья принял, Байтура принял закон и обоснованное решение. Я оправдал, что в ее действиях никакого состава нет. Под давлением гражданского общества год назад по УДО выпустили и облаваса. Кто закрыл меня? Полицейские. Полицейские? Они плохие. Они плохие, да? Шкентая Бала даже знает, что маленький ребенок, даже знает, что полицейские плохие. Преследование полиции лишили облаваса работы, а его семью – средств к существованию. Большая семья живет в недостроенном доме. Видите, как люди здесь выживают, да? Казалось бы, богатый район, но при этом дома в плачевном состоянии. Как это можно жить в такой временке? Посмотрите, это сарай с сараем натуральным. По-другому это никак не скажешь. Трое детей в сентябре должны пойти в школу, но из-за преследований у родителей нет возможности подготовить всех их к школе. Это вот детская комната, где занимаются дети, находятся. Вот, получается, тоже. Куда залезешь, подашь, вот. Это термитные гнезда. Можно сказать следующее, что после того, как мы сейчас объявили осад, как закончен дом, эту временку нужно будет полностью сносить и весь грунт, все содержимое, все стены вывозить далеко отсюда, чтобы эти термиты не перебрались в большой дом. Активисты приехали построить для них дом, чтобы уже зимой дети могли делать уроки в новых, теплых комнатах. Средства на поддержку семьи можно отправлять на карту Айгулек Берды в Каспи-банке. Мы все знаем, что вокруг именно этой семьи происходит большая концентрация и внимание со стороны Комитета национальной безопасности, который действует силами полиции города Актал. Эта власть хочет сломать, сломать семью Аблаваса Джумаева. Они хотят запугать Айгуль Акберды, эту нашу казахскую Жанну Де Арк. Поэтому еще раз, уважаемые друзья, я обращаюсь к вам с призывом помочь семье, помочь Айгуль Акберды. Так общими усилиями Асара был построен новый дом для семьи Дулата Агадила. Режим боится, что люди также могут собраться вместе и построить новый Казахстан. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Российский оппозиционер Алексей Навальный отравлен токсином. Хотя природа яда не установлена, исполнители известны наверняка. Отравление – это популярный прием спецслужб по устранению оппозиции в России. Сейчас Алексей находится на лечении в Германии в стабильно тяжелом состоянии. Но этому предшествовала долгая борьба за его освобождение из плена Омской городской больницы. 20 августа Алексей Навальный летел со своей командой утренним рейсом «Томск-Москва». С самого утра Алексей не пил и не ел ничего, кроме стакана чая в кафе аэропорта. Менее чем через час в полете Алексей почувствовал недомогание и ушел в туалет. Потребовалась экстренная посадка в ближайшем городе Омске. Три дня российские спецслужбы насильно удерживали Навального в заложниках в местной больнице и никого к нему не пускали, включая жену Юлию. Мы понимаем, что препятствуют нашей встрече с немецкими врачами, российские врачи и правоохранительные органы, которые находятся внутри в большом количестве. Какому больному? Вы жену не пустите? Какому больному? Жену пускайте. Жену пропускайте, пожалуйста. Жену пропускайте прямо сейчас. Вам жену. Пожалуйста. Я не буду жабыли. Все это время Алексей находился в коме, подключенный к аппарату ИВЛ. Сотрудники больницы под руководством спецслужб намеренно удерживали Алексея в больнице и препятствовали его транспортировке в специализированную клинику в Берлине. Омская больница была заполнена полицейскими и агентами в штатском. Они запрещали сторонникам политика увидеть его или его лечащих врачей. За время, которое Алексей провел под контролем омских врачей, выдвигались самые абсурдные причины отравления. От промышленного химиката до простого нарушения обмена веществ. Показывает с телефона. Вот это вещество нашли. Вот это вещество нашли. Главный врач говорит. Ну, нашли и нашли. У меня нет никакой больше информации. Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном. Какое вещество? Она говорит. Это тайна следствия. Мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Пока Алексей Навальный находился в коме, за его жизнь боролись не только его сторонники. В Москве проходили пикеты с требованиями разрешить его транспортировку за границу. Ангела Меркеля, Манюэль Макрон и глава Евросоюза лично позвонили Владимиру Путину и требовали разрешить выезд Навальному. Под международным давлением власти все же дали разрешение. Сейчас Алексей находится в клинике в Германии. Его состояние стабильное. Хотя и диагноз не установлен, но план покушения явно указывает на работу спецслужб. Список противников власти, пострадавших при таких же загадочных обстоятельствах, длинный. Два года назад в Лондоне был отравлен Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж. Подобным образом был отравлен и бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Он получил политическое убежище в Великобритании и разоблачал преступления спецслужб. Доза радиоактивного вещества стала летальной, и он скончался через три недели. При подобных обстоятельствах была отравлена журналист Анна Политковская, которая писала о преступлениях режима в Чеченской войне. Анна пережила предупредительное отравление, но позже была застрелена в лифте собственного дома. Жертвы таких отравлений оппозиционеры, журналисты и противники режима неугодные Путину. Цепочка расследований неуклонно вела по следам агентов ФСБ. Это проверенный способ борьбы с неугодными режиму фигурами. Для этого в спецслужбах России есть специальная лаборатория по разработке неопределимых ядов. Нурсултан Назарбаев панически боялся покушения из-за своих преступлений перед народом. С 2004 года в Акарде работает специальная токсикологическая лаборатория, которая проверяет все продукты, употребляемые Назарбаевым. В то время в Казахстане оппозиционных политиков расстреливали сотрудники спецподразделений КНБ. Исполнители не стремились скрыть следы убийства Алтынбека Сарсенбаева и Заманбека Нуркадилова. Это показательные казни. Так Назарбаев расправляется со своими противниками и сейчас. Активиста Дулата Агадила убили под пытками. Но пока убийцы не наказаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok